Покер Бет. Оберайз Ви Спорт. Россия в очередной раз показала, что всех предает, а Польша и Украина имеют некий такой зерновой конфликт. Об этом и не только. Мы сегодня разговариваем с Мухтаром Облязовым. Это политик, казахстанский предприниматель, а также лидер движения «Демократический выбор Казахстана». И с ним это делаю я, Ирина Узлова. Мухтар, здравствуйте. Рады вас видеть. Здравствуйте, Ирина. Началось и закончилось. На Горном Карабахе решили прекратить огонь. Азербайджан заявил, что Армения выведет войска. Так называемые власти Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня с 13.00 в среды 20 сентября. Министерство обороны Азербайджана это подтвердило. В свою очередь, власти Армении узнали о прекращении огня и договоренностях между Азербайджаном и непризнанным именно Горным Карабахом, но признанным на мировом уровне из официальных информационных источников, говорит премьер-министр Армении Николай Пашинян. Он также уверен, что Россия будет сейчас обеспечивать права тех граждан Армении, которые пребывают в Нагорном Карабахе. А наш офис президента Украины, еще давеча комментируя боевые действия Карабахи, сказал, что Россия всегда и всех предает, и дружба с ней всегда заканчивается одинаково. Как себя проявила Россия в этом очередном витке обострения в Нагорном Карабахе и что вообще происходит? Ну, по поводу того, что Россия кого-то предает. Все страны, так называемые Евразийского союза, куда входит и Армения, они все являются, по сути дела, бассалами Путина. А бассалов предают или не предают. Если они и бассалы, то их никто не предает. Их просто Путин не использует. И если, например, посмотреть на каждую из этих стран, то в зависимости от того, как тайная сторона себя ведет, так себя и ведет и Путин. В частности, в январе 1922 года, когда не было никаких юридических механизмов и других норм статей по участникам ОДКБ, Россия, тем не менее, в составе ОДКБ вела войска и были подавлены гражданские протесты. И только по официальным данным погибло 238 человек, а в реальности было убито несколько тысяч человек в Казахстане. И, в частности, председателем в то время ОДКБ, по очередности, была Армения, и Никола Пашинян подписывал это решение о вводе войск ОДКБ в Казахстан. Хотя юридических механизмов у них не было. Вот так называемая та страна, которую сейчас Армения, я имею в виду, которую предали, и она практически является вассалом Путина. И у меня лично, чтобы вы понимали, никакого сожаления не вызывает этот человек. Почему? Потому что он пришел в 2018 году на волне демократических, скажем, заявлений о том, что Армения пойдет демократическим путем, понятно, что в этом случае она не являлась бы ни членом ОДКБ, ни союзником России, а этого не произошло. Фактически, курс Армении был переформатирован в сторону взаимодействия с Путиным. А если еще говорить о предательстве другом, например, краткосрочная война между Кыргызстаном и Таджикистаном, то фактически два участника, и Таджикистан, и Кыргызстан, воевали между собой. И в связи с тем, что в Кыргызстане произошла революция, то есть просто Путин использовал Таджикистан, наращивал военный конфликт, таким образом он пристегивал к ноге президента Кыргызстана Жапарова. Что он и сделал. Сейчас Жапаров помогает Путину, это вассалы страны. Поэтому здесь каждый из этих стран, членов Евразийского союза, членов ОДКБ, так или иначе, или кнутом, или бряником, Путин их просто привязывает к ноге. И не может быть никакого предательства, это вассалы. Ну и как известно, что если говорить об экономике Евразийского союза, то свыше 90% в так называемом Евразийском союзе доля России. Там нет никаких партнерских или каких-то любых других таких отношений, кроме бассальных. Например, в Евросоюзе, где самая большая экономика у Германии, доля Германии порядка 20%, и это считается очень большой. А здесь и в Евразийском союзе другие совершенно взаимоотношения. И здесь о предательстве речь не идет. Поэтому я бы хотел, скажем, перевести переоценку, когда говорят о неком предательстве. Диктаторская страна, которая всех под себя, под империю загоняет. Ну и второе. Я хотел бы обратить внимание, я вижу сейчас на различных украинских каналах, ну как бы аналогию проводят ситуацию с Украиной и с Азербайджаном, с Нагорным Карабахом. Я хотел бы обратить внимание, что на самом деле здесь, скажем, вот такого рода сравнения, они носят очень такой, я бы сказал, умозрительный, неточный характер. Украина заявила, что идет курсом на Европу, строит демократическую страну. И Армения, и Азербайджан не такие страны. Азербайджан это диктаторская страна. Ильхам Алиев является президентом страны с 2003 года. До этого был его отец, Пьедар Алиев. И фактически это клан Алиевых находится у власти 30 лет. А первым вице-президентом, очень забавно, является жена Ильхама Алиева, Мехребаб. И поэтому, чтобы мы понимали, эта война, она в любом случае несправедливая. Один является вассалом Путина, я имею в виду Армения. А другая диктаторская страна, она ни в коем случае не является союзником Украины. Ни в коем случае не является. И ни в коем случае здесь нельзя идти и соглашаться, что некие сравнения. Это фактически две несправедливые страны воюют. Ну и как несправедливые? Наверное, не точный формулировок. Одна диктаторская, другая является вассалом Путина, воюет между собой. И абсолютно здесь аналогии неприемлемы. Я вижу, что некоторые азербайджанские политологи, эксперты выступают на УКС-каналах. Я к ним уважительно отношусь. Но надо иметь в виду, что Ильхам Алиев, он повторяет путь Путина. Так называемую победоносную войну, когда Путин также захватил Крым, поднял свои рейтинги. То же самое происходит и с Алиевым. Он законсервировал режим, режим диктаторский, плептократический. И таким образом удерживает свою власть. А Азербайджан, к сожалению, ну я имею в виду граждан Азербайджана, его поддерживает. На самом деле жизнь от этого у них не улучшается. Потому что Азербайджан тратит на свои военные нужды до 5% от валового внутреннего продукта. Для сравнения Европа порядка 1%, Штаты порядка 2%, даже такая диктаторская страна Казахстан менее 1%. Поэтому я когда слышу сочувственные слова в адрес Азербайджана, я вижу очень много ведущих, которые ведут украинский канал, я хотел бы сказать следующее. Никакого сочувствия Азербайджана. Это не является союзником Украины. Диктаторская страна не может быть союзником Украины. И никакого сочувствия к Армении, который является вассалом Путина. А каким образом Турция может быть к этому причастна? Я уже слышала версии о том, что Путин договорился с Эрдоганом, и это выгодно тоже будет и Эрдогану. Эрдоган поддерживает Азербайджан. Ну, чтобы вы понимали, это языки практически идентичные, совпадает почти минимум на 90%. И Эрдоган поддерживает Азербайджан, ну, и это видно, их, скажем так, БПЛПАЛ, отлетают эти военные снаряжения и тому подобное. И Азербайджан совместно с Турцией, собственно, и проводит эту военную операцию. Ну, таким образом, как бы, Турция, считается, усиливает свое влияние на Кавказе. Но я уверен, что этот конфликт не закончится. Он будет все время поджигаться с разных сторон, и Путин будет это дело тоже использовать. И еще хотел бы следующее сказать, что очень важный момент, когда кто-то считает, что Путин обманывает, кидает своих партнеров, и он как бы ослабляется, эта война никоим образом между Азербайджаном и Арменией не повлияет на военные возможности Путина. Экономика у него в плюсе, даже не падает. Военных ресурсов достаточно, валюты достаточно. Это уже все международные институты, не только, собственно, сами российские институты об этом заявляют. Это уже международные институты. Здесь ряд людей говорят, нельзя верить статистике России, они заблуждаются. Есть очевидные цифры, сколько продали нефть, сколько газа и других товаров и тому подобное. Я хочу сказать, что УДКБ – это Россия. Конфликт между Арменией и Азербайджаном никоим образом не поможет Украине, абсолютно. Это никак не ослабит Россию. Мухтар, тут раз мы уже упомянули Турцию и Эрдогана и какие-то параллели, хотя я тоже их, честно говоря, не вижу, поэтому и не упоминаю в этом аспекте боевые действия в Нагорном Карабахе. Но вот президент Турции Раджап Тейп Эрдоган упомянула на днях в интервью телеканалу BBC «Крым». Он это сделал после поездки своей недавней в Россию, в Сочи, как мы помним, 4 сентября. Она состоялась, мы с вами тоже ее обсуждали. Вот Эрдоган так говорит, Путин из Крыма не уйдет. Я еще в 2014 году пробовал с ним поговорить, уговорить. Тогда не получилось. В России он считает, что и сейчас тоже не получится, Путин уходить не планирует. Но мы-то ему поможем, наши вооруженные силы Украины убраться с нашего полуострова. Но вот такая риторика Эрдогана касательно незаконно аннексированной России Крыма, насколько она может быть связана какими-то тоже тайными договоренностями Эрдогана и Путина по поводу Крыма? И насколько небезопасны сейчас вот такие вот заявления? Ну, во-первых, надо для себя решить, что Эрдоган и, собственно, сама Турция, все, что она делает, она делает в интересах самой Турции. Это очевидно. И каждая страна так делала и делает. И я не думаю, что существуют какие-то тайные договоренности здесь. Я думаю, что лежит в основе просто экономика. Турция просто извлекает прибыль из этой ситуации, когда она вроде нужна всем. Как Эрдоган заявил, что их 50 лет держат в приемной Евросоюзе, не принимают. И у него такое же равное отношение к Западу, как и к России. Это о многом говорит. Но и, по сути дела, если проанализировать политическую систему, которая сейчас в Турции, многие, наверное, заблуждаются. И хотя могут сказать, что это демократическая сторона, у них есть выборы. К сожалению, это не в полной мере так. Это тоже он, Эрдоган, подавляет, скажем, своих политических оппонентов. Исчисляемых, вот, кстати говоря, где-то около полумиллиона людей засадил в тюрьмы и так далее. Поэтому это схожий режим, более, конечно, динамичный, более гибкий, со всеми элементами выбора. Он схожий с Россией, и он сам лично схожий с Путиным. Если у Путина есть идея построения так называемого русского мира, по сути дела, это возврат к советскому прошлому, то там в Турции тоже такие же идеи звучат под идеей так называемого тюркского мира. А на самом деле все это, по сути дела, персональная власть Эрдогана. Он уже пару десятков лет у власти и планирует оставаться еще как минимум 10 лет. Вот это основа, сама политическая система. Они схожи с Путиным. И поэтому его политика вот такая. Он больше союзник Путина, чем Украины. Еще один союзник Российской Федерации вообще точно – это Иран. Шойгу второй день пребывает в Тегеране. Он там встречается, в частности, с главой Генерального штаба Вооруженных сил Ирана. А также сегодня посмотрел на иранские ракеты, беспилотники и средства ПВО. На фоне этого появляется информация о том, что Соединенные Штаты ввели санкции против тех, кто помогал Ирану производить дроны. Ну, тут некоторых вот таких ряда компаний из Ирана, Китая, России и Турции, тоже способствовавших контрабанде компонентов для производства иранских самолетов и беспилотников. В их эффективности, конечно, не уверена. Значит, Шойгу в Иране. Ким Чен Ын очень долго был в России. Также там сейчас прибывает министр, главный дипломат Китая, скажем так, Бан И. Что вот это вот все происходит? О чем Шойгу может договориться, как вы полагаете, с Ираном? Может ли быть расширение еще этих поставок? И какую роль в этом всем еще и Китай сейчас отыгрывает? Потому что так видится, что усугубляется также сотрудничество, оно уже не такое и тайное. Мы вот такого рода действия, специальных отчетов от фонда Open Dialogue, публиковали, говорили, что сейчас сформирована ось зла. И когда ось зла еще, скажем, не делала такого рода активные действия, казалось, не сделала, на самом деле уже все это было в работе, а сейчас это уже оформляется публично. Мы когда говорим ось зла, это Путин, Россия, это Китай, это Иран. Понятно, что Северная Корея просто, скажем, муляж Китая. И страны центрально-азиатских государств, это вассалы Путина. Вот взаимодействие этих стран сейчас уже оформляется юридически и дипломатически, и на уровне, скажем, прямых трансляций. Когда мы недавно видели встречу Путина с Ким Чен Ином, там до этого был Шойгу в Северной Корее, теперь мы видим, Шойгу посещает Иран, и вот, собственно, визиты высших руководителей Китая, и, кстати, в октябре ожидается, что Путин поедет в Китай, это просто показывает реальность. Реальность такова, что эти страны уже выстроили ось зла, и идут поставки военной техники. Ваша украинская разведка уже сказала, что безотносительно того, чтобы даже публично не было заявлено о поставках снарядов со стороны Северной Кореи, что уже полтора месяца, как минимум, идут поставки со стороны Северной Кореи. Мы прекрасно знаем, что такие же поставки снарядов 152-го калибра через Каспийское море идут из Ирана, идут поставки шахедов, которые регулярно атакуют Украину, то есть фактически это всё уже дипломатически отражается на всех этих визитах. Ось зла в действии. Вот что вам нужно ждать. И все эти разговоры о том, что якобы Китай нейтральный, якобы СИП не будет терять лицо, как вот некоторые украинские блогеры выступают, и российские в том числе, это всё ерунда. Потому что мы должны принципиально, системно понимать, диктаторские страны будут объединяться с диктаторскими, демократические с демократическими. Это нужно просто, что называется, как аксиому воспринять, соответственно, тогда будет понятно поведение тех или иных государств. И поэтому для меня неудивительно, что Шойгу поехал в Иран, и неудивительно, что будет и происходит масштабная помощь со стороны тех стран, кто входит в вось зла. Совершенно неудивительно и для меня, Мухтар. Удивительно, что все за этим наблюдают. Ведь не только мы с вами понимаем уровень сотрудничества, какой бы он ни был высокий на поверхности, какая бы глубокая ни была остальная часть айсберга под водой, потому что Путин сам ртом заявил, что он действительно принял приглашение Си Цзиньпине, и что он поедет посетить Китай в октябре для участия в форуме «Один пояс, один путь». Ну, а может, надо как-то действовать против Китая так-то уже? Потому что понятно, что против России эти санкции и обход, который не совсем, как мы с вами не единожды говорили, исполняется. А вот можем ли мы увидеть конкретные решительные действия западного мира против Китая? А решительные меры можно сделать. Как я многократно говорил, что для этого нужно, чтобы решительные меры сначала предприняла Украина. Да, можно говорить о том, что Украина не является той страной, которой есть глобальные возможности, как у Америки или Евросоюза. Но это не так. В Украине достаточно большие возможности. Для этого нужно избавиться от иллюзии Украине. Я многократно говорил, что Китай осуществляет массированные поставки через территорию Казахстана. Есть так называемые «зеленые компании», «зеленый коридор», где идут неучтенные объемы поставок со стороны Китая в Россию. Используются территории Казахстана. И через территорию Казахстана идут поставки грузов военного значения и из Кыргызстана, и из Узбекистана. Это уже очевидный факт, который известен широко. И если сама Украина не предпринимает решительных действий, при этом говорит о том, что Запад осуществляет недостаточные поставки, или говорит о том, что санкции неэффективны, при этом сама же Украина, например, две компании из Казахстана поставила их под санкции. Это бесполезное было мероприятие, не помогло. Американцы и четыре компании из Кыргызстана поставили под санкции. Опять не помогло. Понимаете, это же на поверхности лежит. Когда сама Украина все эти вещи имеет в руках, и вместо того, чтобы убеждать партнеров, чтобы предпринять эффективные санкции, а как можно ограничить Китай? Ударить персональными санкциями по Токаеву, по Жапарову, президенту стран и их ближайшему окружению, которые помогают России. Тогда большая территория, Казахстан, просто будет перекрыта и закрыта возможность для Китая осуществлять такие транзитные серые поставки. Наступит момент, тогда Китай придется и двигаться, как, собственно, и сейчас все равно делает Китай, идти через Северную Корею. Но это очень длинный маршрут, там не хватает инфраструктуры железнодорожной, все будет сложнее. Это будет уже препятствовать Китаю. Уже. Не говоря о том, что есть инфраструктура поставок нефти, газа через территорию Казахстана в Китай. И это тоже будет ограничено. То есть, понимаете, только вот такого рода санкционными ударами, прямыми сначала, во-первых, со стороны Украины, во-вторых, при поддержке Америки и Европы сразу будут перекрыты серьезные каналы поставок и помощи со стороны Китая, России. Это отразится буквально в короткое время на поле боя, на фронтах между Украиной и Россией. Это, я вижу, Украина не делает. Идут фактически дипломатические уговоры, и все. Если Украина будет двигаться, то Запад, в конце концов, тоже двинется. Сейчас, я считаю, все упирается в политическое руководство Украины. Дипломатические переговоры сейчас идут и в рамках высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН, и на самих заседаниях Ассамблеи Совета Безопасности ООН, которая ожидается и в двухсторонних переговорах, и Украины, и партнеров, и союзников. Не со всеми удается встретиться, как с той же Польшей, об этом чуть позже вспомню. Тем не менее, произошла встреча президента Украины с премьер-министром Израиля Бениамином Нитаньяху. Видели мы и выступления Владимира Зеленского, и Джо Байдена. Риторически на этом уровне мы слышим слова поддержки, обещания, что с нами будут до конца. Насколько такие сейчас, на данном этапе войны, как вам кажется, мероприятия, Генеральная Ассамблея ООН могут на что-то существенно повлиять, или это больше вот такие формальные мероприятия? Они никакую помощь Украине не окажут, до тех пор, пока сама Украина не начнет, я еще раз повторюсь, энергично действовать. Ну, например, возьмем Казахстан, опять же, извините, да? Да, давайте возьмем, да, это важно. Байден собрал страны центрально-азиатских государств. Я не знаю, какие они документы еще подписали. Понятно, уже помощник заявил Байдена Салливана, что это, скажем, взаимодействие, сотрудничество с этими пятью государствами. То есть это фактически дипломатические переговоры, типа дружба, ну там, я не знаю, какие-то общие политические слова и не более. А, ну, опять же, ну, понимаете, у американцев и Украины есть полные факты, что на самом деле говорит реальность. А реальность, она такова, что эти страны массированно помогают, и только помогают России, и только заявляют, что они поправят, изменят. И Казахстан об этом говорит полтора года. Если полтора года все это происходит, если все предыдущие действия были неэффективными, значит, надо менять, собственно, сами действия. До этого ничего не изменится. Сейчас просто это дипломатические разговоры ни о чем. Ничем не поможет это Украине. И я думаю, что пора это уже осознать. Сколько можно говорить, что нож в спину, там уже столько ножей у Путина торчит. И там кто только не всадил. И Эрдоган, и Казахстан там уже там, да и Етаган крутили в спине. До тех пор, пока Токаев не появился на площади День Победы 9 мая, все украинские каналы трубили о том, что нож в спину и Етаган. Это было очень так смешно наблюдать, и горько, я так скажу. И, к сожалению, это все продолжается, понимаете? И вот эта встреча в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, это просто продолжение вот той самой непоследовательной политики. Бесполезной, я бы так сказал. А те же Соединенные Штаты, почему они настолько непоследовательны? Одной рукой дают нам вооружение. Правда, долго думают над многим из этого. В частности, я сейчас об Атакамсах. Какие-то так растянулись во времени размышления и опасения. А с другой стороны, вот закрывают глаза на обход санкций, на содействие таких стран с диктаторскими режимами и проводят вот такие формальные встречи. Зачем тратить время? Ну, смотрите, Америка и Европа, они содержательный курс не изменили. Они до войны России с Украиной уговаривали, угрожали, свифт отключим и так далее. Принцип один – это те страны, которые, собственно, если говорить о России, то скормил Путина именно Запад. Путин нападал на Грузию, и такого рода действий он совершил множество. Тем не менее, с ним сидели вместе, называли его хорошим парнем. Он заработал сотни миллиардов долларов, собственно, как страна. Эти деньги инвестировал в армию. И затем напал на Украину. Сейчас, вот если посмотреть политику и Америки, и Запада, собственно, всего, то же самое продолжается относительно других диктаторских стран. Стран центрально-азиатских государств, которые, на самом деле, подавляют права и свободы граждан, угнетают, и которые являются помощниками Путина. То есть Путин плохой, мы его обложим в санкции, а этим мы будем уговаривать и гладить по головке, типа, вы нехорошие ребята, давайте, станьте лучше. Ну, вот, собственно, вот такая вот политика, непоследовательная со стороны Запада, она действительно существует. Но я еще раз хочу вернуться к Украине. Украина повторяет эту политику, не занимает четкую позицию. Опять по странам центрально-азиатских государств, у которых Украина вообще никакой торговли нет, Украина не готова сделать энергичные дипломатические действия, убедить партнеров. Но при этом, как ни странно, она готова вступить в конфликты с Польшей, которые активно помогают Украине. Миллиардная помощь оказана военная. В первые месяцы войны 3,5 миллиона беженцев было на территории Польши, сейчас вроде как бы миллион. Но, тем не менее, Украина вступила на суд судебной тяжбы с ближайшим своим союзникам. То есть это тоже непоследовательная политика. Самой Украины в первую очередь. Украине нужно четко идентифицировать. Это наши союзники, союзники мы работаем как союзниками, это наши не союзники, а враги, с ними нужно поступать как с врагами. Поэтому Украина просто повторяет политику того, что существует со стороны Америки и Запада. И вот, собственно, вот поэтому и так его и происходит. Самой Украине нужно четче двигаться, последовательнее надо быть. Градус эскалации, кстати говоря, растет. Запрет на импорт украинского зерна будет сохраняться до тех пор, пока не будут разработаны механизмы сотрудничества. Об этом сообщает Матуш Моровецкий, польский премьер-министр. А также добавляет, что Польша может расширить имбарго, расширить список украинских продуктов, запрещенных к импорту в страну, если власти Украины будут обострять конфликт. Встреча Дуды Зеленского не произошла, по техническим причинам сказали, но тем не менее. Также Дуда сравнила Украину с человеком, который тонет, и что может за собой тоже потянуть тех, кто их спасает. Уже звучат обещания или угрозы, не знаю, как даже это сказать, перспективы, скажем так, со стороны польского правительства, что уменьшится помощь Украины, не будет продлеваться помощь украинским беженцам с 2024 года. Как много здесь российского влияния все-таки? И насколько оправданно ведет себя Польша? И почему вот этот иск к организации торговли, он на самом деле ничем не закончится? Потому что говорят, что это по сути не очень эффективный механизм. Я просто хотел бы пояснить, как это работает. Украина объявила, что подали в суд ВТО, Всемирную торговую организацию, на Польшу, Словакию и Венгрию. Но по процедуре, я думаю, что зависит еще как от аргументации противной стороны, от Польши имеется в виду, например, этот суд даже в ближайшие 3-5 лет не закончится. Поэтому это было, я прямо откровенно буду называть, близорукое, непоследовательное и ошибочное решение, поразительно ошибочное решение. Ваш лицепремьер по интеграции, по-моему, европейский Сипанишина, она выразила удивление, что Польша так болезненно среагировала на такого рода действия. То есть было предпринято неэффективное решение, фактически, которым воспользуется Путин. То есть Украина вступила в споры и в конфликт с Польшей, страной, которая сейчас на территории, которой минимум миллион беженцев, и через территорию Польши идет массивная военная помощь. И уже мы знаем, что Польша сказала, что уровень поддержки будет снижен. Мы же понимаем, что если бы Польша не была союзником, то те самые беженцы, их несколько миллионов, просто были бы, не пропускались бы через территорию Польши и был бы вообще действительно гуманитарный кризис еще больших масштабов. Тем не менее, Польша этого не делала, помогала и не помогает. И, конечно, для меня, просто мое сознание не укладывается, каким образом можно было подать в суд, когда это ближайший союзник, с которым нужно решать вопросы путем переговоров и договоренностей. Я видел заявление премьер-министра Шмыгеля, которое предложил, как он говорил, написал компромиссное решение по решению вопроса поставок аграрной продукции в эти пять стран, которые противодействуют импорту аграрной продукции Украины. Наверное, это она, скажем, рабочая какая-то схема, но эти все вещи делаются бесконфликтно заранее, во-первых. Во-вторых, там звучит ультимативная риторика, что если эти страны Польша и Словакия и так далее не согласятся, то тогда Украина не будет пускать ряд товаров из Польши и этих стран, Венгрии и так далее. Но это вообще очень странно, то есть фактически ближайшим союзникам угрожают. Этим, конечно же, пользуется Путин. Он увидел недавно, что между союзниками существуют какие-то противоречия, разорвал зерновую сделку, начал наносить удары по Одессе, крушить инфраструктуру. То, что сейчас сделано, это как раз удивительно ошибочное решение, поразительное, которое на поверхности лежит. Как это можно действовать? Можно говорить, что Польша не права. Еврокомиссия приняла решение, что импорт аграрной продукции Украины должен быть. Да, Еврокомиссия такое решение приняла. Я могу вам сказать, как бывший министр, который курил вопросы ВТО, у Польши будет много аргументов, когда она будет судиться с Украиной. Очень много. Я сейчас просто не хочу в эфире говорить, но я понимаю, какие будут аргументы у Польши. И пока этот судебный процесс будет длиться 5-10 лет, там за это время Украина потеряет поддержку, потеряет, ну, очень много потеряет одним словом. Поэтому, когда мы говорим о непоследовательной политике Запада, я вам просто на поверхности показываю, что это просто поразительное решение политическое было вступить в конфликт с ближайшими союзниками. Просто поразительное. Какие механизмы решения этой ситуации сейчас еще пока не настолько все горячо, хотя уже подогревается, возможно? Решение на самом деле очень простое. Я писал посты и озвучивал, когда Еврокомиссия может помочь бесконфликтно это решить, опять же, нужно действовать со стороны Украины. Когда будут привлечены мировые трейдеры, 5 или 10, которые будут на границе скупать украинское зерно или зерновые, цена, допустим, мировая, минус какие-то скидки, связанные с транспортными, страховыми и еще разными расходами связаны на похранение этих товаров где-то в Европе, а затем продажи на мировые рынки. Это выгодно Украине. Я свое предложение письменно озвучивал. Я видел заявление премьер-министр Шмыгеля, который говорил о том, что такого рода действия со стороны Польши наносят определенный удар мировому рынку, что голод и так далее. Я могу сказать очень просто. Если вы проанализируете цены на зерно на конец июля, то цена была где-то 290 долларов за тонну. А в августе уже цена упала, стала сейчас порядка 220 долларов. Потому что это сезонный характер. Именно в это время поступает новое зерно и цены, как правило, падают. Никакого продовольственного кризиса в мире не было и не будет. Зерна в мире достаточно. Был период, когда в составе Советского Союза была Украина. Этот Советский Союз минимум 50 миллионов тонн импортировал из Канады и из Америки. Сейчас Россия готова экспортировать порядка 60 миллионов тонн. Поэтому никакого голода не будет. Это просто спекуляция. Украине нужно думать о том, как продать это зерно и его продать несложно. Нужно договориться с Еврокомиссией, с этими крупными зерновыми компаниями, договориться о цене и без всякого конфликта продавать его на международные рынки. Я здесь специалист. Такого рода операции мы проводили в Казахстане. Я руководил такого рода проектами. Мне, конечно, странно, что политическому руководству Украины оказалось легче вступить в конфликт, чем просто найти нормальные коммерческие механизмы. Они есть. Вчера также первое судно с зерном уже турецкое поехало по Черному морю, вышло с наших берегов. Это какой-то прогресс? И какие возможности провокации со стороны Российской Федерации? Я видел эти объемы. Там пару судей было по несколько тысяч тонн. Это вообще не поможет Украине серьезно, когда существует такая угроза, что они будут атакованы или будут определенные препятствия со стороны путинских военно-воздушных сил или какие-то еще препятствия. Те самые 30 с чем-то миллион тонн, как было по итогам прошлого года, или зерновой год, это уже не будет. Ну, хорошо, два судна 6 тысяч тонн, ну, пусть будет 50 тысяч тонн, а нужно миллионы прогонять. В условии, когда существует угроза, что они попадут под атаку или дронов, или еще чего-либо, будут атакованы самолетами российскими, то, конечно же, это будет большая проблема. Фракт, страховка и так далее. В Украине просто есть, на самом деле, другие маршруты, эти объемы, эти маршруты спокойно проглотят. Мы видим, что Дунайский маршрут до 4 миллиона тонн в месяц, есть железнодорожные, там, фурами можно возить. И я еще раз повторюсь, что на самом деле, я вижу, на ваших каналах, правильно, украинские каналы, в этом вопросе правильно пишут, что Черное море или для всех, или не для кого. Если вот именно такую позицию военное руководство Украины будет занимать и последовательно атаковать любые суда, особенно, скажем, ну, порты лучше всего, то получится так, что Россия потеряет 20% нефти, экспортировать на международный рынок, как минимум, только нефти. Это нанесет просто колоссальные убытки и принудит Путина упрашивать, чтобы это была зерновая сделка. А такого рода маршруты, которые сейчас поставляются, отдельные корабли, они системно эту проблему не решат. Поэтому Украине нужно бить по Черному морю так, чтобы Путин завтра прибежал и упрашивал, я готов провести зерновую сделку. Понимаете? А это лучше всего ту схему, которую я озвучил, когда все по суше или по дуральскому коридору, все это можно продать, не вступая в конфликт ни с Польшей, ни с Ленгрией, ни с Ловакией. Бить будем. Мы в этом направлении работаем. И прислушиваться также и к советам. Спасибо большое, Мухтар, вам за разъяснение. Немало тем нам сегодня удалось обсудить. Благодарю за вашу работу и что объясняете нам, что происходит. До новых встреч. Спасибо, Ирина. Мухтар Аблязов, казахстанский предприниматель, политик, лидер движения «Демократический выбор Казахстана». Был со мной, с ним была я, Ирина Узлова. Друзья, спасибо большое, что вы к нам приходите. У нас темы не о двойниках Путина, не простые, но нужные. Благодарю, что смотрите. Поставьте лайк, пожалуйста, нашему разговору, если вам понравилось, конечно, подписывайтесь на YouTube Мухтара Аблязова, его очень легко найти, Аблязов и в Телеграме также Мухтара Аблязова о войне. Читайте посты в расширенном формате и на YouTube 24-го тоже не забывайте подписаться. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Победим! Спасибо.